Христианская мода Хотел бы вначале сделать небольшой тест Вы знаете, что я себя словил на такой мысли, что когда я прихожу в церковь и слышу тему проповеди И она меня не интересует, она меня вообще не отвечает на мои личные проблемы, вопросы сейчас Я как-то начинаю думать в таком направлении Вообще эта тема неважная, вообще эта тема меня не волнует Эта тема меня не касается А что если это кому-то полезно? А что если это для церкви важно? А что если кого-то это отрезвит и просто направит в правильном направлении? Нет, меня это не интересует, главное, чтобы вы отвечали на мои вопросы и на мои проблемы Вот какой вывод Я заметил, что я могу быть в церкви, в духовной атмосфере Слушать духовный контент, содержание И при этом быть в эгоизме Правда, интересно? И такое тоже может быть Возможно, кому-то нужно было это услышать сегодня Что мы, люди, иногда бываем эгоистичны Почему мы говорим с вами о теме христианской моды или вообще моды? Мы говорили с вами о внешности И мы говорили с вами о том, что христианское поведение И внешнее, и внутреннее, или дух Евангелия Христианская культура Ее можно выразить вот таким одним словом Скромность Скромность или Марости Это принципы базовой христианской культуры Не американской, не современной, а христианской культуры И мы должны эти принципы выражать Показывать Так жить И это привлекает других Мы с вами говорили о том, что вообще общество Даже христианское Поддается влиянию мирскому Поддается влиянию современному Греховному Развращенному И мы с вами говорили о том В первой, второй части Что люди или общество Даже христиане Оно как-то разлагается Деградирует В ценностях, в одежде, в поведении, в целях Просто остает хуже и хуже Вот как 50 лет назад было 20 лет назад И сегодня Мы видим, идет оно немножко так вниз И мы представляем, как оно может быть еще хуже через лет 20 И мы с вами сделали итог Что, почему мы говорим с вами на эти темы Что, если мы не будем учить наших детей Не будем учить наше общество Их будет учить кто-то другой Голливуд, Ютуб, Инстаграм Они все равно учат Они промывают мозги нашим детям Как нужно себя вести Как одеваться Что важно, что не важно А мне хочется бороться за библейские принципы И за библейские истины Мы с вами вывели три основных принципа Прошлые разы В двух первых частях Первое Это то, что Новый Завет учит нас о том Что мы не должны одеваться вызывающе Или то, что соблазняет Вызывает похоть в других людях Второй принцип Мы не должны сверкать Выделяться дорогой, богатой одеждой И третий принцип Библия призывает нас вкладывать И развивать в себе внутреннюю красоту Или божественный характер Вот это такой короткий итог И теперь попробуем с вами поговорить по пунктах Сегодня мы остановимся с вами на втором пункте Не свергать дорогой одеждой Друзья, хочу вначале еще также в вступлении заметить Что на основании этих всех тем, которых мы проходили Мы с вами подчеркнули И я хотел бы это напомнить Что нам важно помнить Что обличать людей может только тот, кто любит людей Потому что когда мы слушаем подобные темы У нас есть тенденция невольно как-то замечать людей Замечать, кто как одевает, делает, кто как ведет себя И невольно как-то вырывается какое-то осуждение Но я хотел бы нам напомнить Что это не наше призвание Осуждать людей Унижать людей И вообще как-то делать это Это не сердце Бога Сердце Бога, оно всегда Даже если обличает Всегда это делает с любовью И это моя молитва Учитывайте также, друзья, что в церковь могут приходить Люди вообще не церковные Которые не знают церковную христианскую культуру И мы как церковь должны всегда ожидать таких людей Поэтому если приходит человек в виде Кажется вам странным, неприличным Не спешите их переодевать с порога Вначале окажите им любовь И дайте им возможность Духу Святому проговорить в его сердце Который проникнет так далеко, куда твои слова даже не смогут проникнуть И нам нужно всегда это иметь в виду Что мы как церковь Или по-другому госпиталь Который открыт для духовно-душевно больных людей И мы должны для них быть примером И служить таким людям Если вдруг у вас возникает вопрос Ну у меня там нету что-то подходящего И вы думаете, идти в церковь или не идти Всегда идите Даже как есть, все равно идите Потому что лучше быть там, где есть Божье присутствие И слышать его слово Чем просто пройти мимо такой возможности Я верю, друзья, что эта тема полезна для взрослых А также для ваших детей и для ваших внуков Всегда говорил вначале И об этом искренне молюсь Что мое желание не рубить людей, не унижать Но сказать Божьи истины с любовью Итак, второй пункт, на котором мы остановились Не сверкай дорогой одеждой Читаем местописание 1 Тимофея 2 глава С 9 по 10 стих Чтобы люди одевались прилично, со стыдливостью и целомудрием Украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом Не многоценною одеждою Остановимся вот на этих словах Подчеркиваю, не многоценною одеждою Другой перевод на вашем экране написано Недорогой одеждой Если вы знаете английский язык, там написано Expensive clothes и costly clothes И то, и то в переводе дорогая Дорогая, драгоценная одежда У меня к вам вопрос Прежде чем я вам скажу какие-то мысли Я предлагаю каждому из вас Кто верит, что Библия это Богом вдохновенно Кто верит, что Писание это что-то божественное Вы уважаете, вы верите этому Скажите себе про себя прямо сейчас Господь, скажи мне, что это значит для меня Прежде чем я вам скажу какие-то мысли Господь, что это значит Почему здесь написано об этом Если все Писание Бога вдохновенно То почему здесь говорится о каких-то дорогих одеждах Что здесь имеется в виду Если мы начнем с вами разбирать по пунктам И пойдем в оригинальный текст Это греческий язык, на котором было написано Евангелие То первое местописание 1 Тимофея 2.9 Вот это слово многоценная одежда В оригинале означает дорогостоящая Драгоценная Роскошная И включает в себя смысл расточительства Расточительство это значит пустая трата Это когда люди тратят больше чем надо Нету надобности, нету необходимости Это просто роскошь Другое местописание, которое мы с вами прочитали Первое Петра 3.3 Там написано вот эта нарядность в одежде По-английски написано Fine clothes, beautiful clothes, expensive clothes И здесь это уже с греческого переводится слово космос А космос это по-другому значение имеет мир Или мирская одежда Вот если так вот идти вот разбирать слово каждое По пунктам То здесь мы сделаем два вывода Что есть одежда Есть многоценная, дорогая, крутая, брендовая одежда И есть мирская одежда Мирская одежда И получается, что какая она драгоценная Какая она мирская Это уже второй вопрос Первый вывод, что она есть Есть дорогая, крутая Есть мирская А где же наша? Вот нам нужно здесь как бы и разобраться Хотел бы друзьям сказать, что есть в этих вот рассуждениях Есть как бы опасность, как бы впасть в крайность И много делать акцент или говорить за одежду Иногда за одежду говорят очень много Делают на это акцент И как будто бы это самое как бы главное И можно в этом просто иметь даже перекос Можно правильно одеваться, но иметь гнилое сердце Можно правильно одеваться, но при этом быть внутри очень испорченным Или через это демонстрировать свое лицемерие Лицемерное отношение к Богу, к людям Ты в жизни не такой вообще Поэтому здесь важно понимать также, что нам еще важнее это наша внутренность А если внутренность больная или неправильна В неправильном состоянии Дух наш в неправильном состоянии То это всего лишь выражается через внешность Проблема внешности всегда связана в первую очередь с проблемой внутренности Это важно помнить Итак, я не думаю, друзья, что в этом месте Писаний Бог, он против, чтобы люди красиво одевались Или что нельзя одевать какую-то красивую или дорогую одежду Что Бог против какой-то прически, опрятности, аккуратности Вообще, я думаю, что люди, христиане должны быть самые красивые внутри и снаружи Но у них другие ценности внутри И быть опрятным, аккуратным Это вообще достойно Это должно быть нормой для любого христианина Но здесь важно понимать, что не грех вот именно в этом А грех, или может стать это грехом, когда это стает нашей целью Когда это стает приоритетом номер один в нашей жизни Когда мы гонимся за вот этим дорогим, крутым, брендовым Когда мы без этого не можем жить Когда наше сердце к этому прилеплено Когда мы этим выражаем себя Когда мы не одеваемся круто Мы вообще не чувствуем себя человеком Мы вообще не видим смысла идти в общество Когда у нас нет хорошего такого If we don't have a nice outfit We don't feel comfortable We don't see the point Why should we go to this party? Мы даже не видим смысла быть в обществе Если у нас нет ничего такого вот внешнего Что можно, ну, хоть как-то на себя посмотреть И хочется себя обнять Как-то, ну, в зеркало имею в виду Или, например, хотя бы услышать какой-то комплимент И уже жить хочется Ну, понятно, что это всем приятно И мне тоже Но вот это вот, вот эти перекосы Дисбаланс Вот это то, что и начинает Как-то нашу внутренность внутри нас Разрушать В английском переводе Если вы читали Там написано, что Don't draw attention То есть не привлекай внимания Я верю, друзья, что когда мы приходим Вообще не только в церковь, но вообще Мы как христиане Это трудно вообще жить так, чтобы всегда Не слишком привлекать внимание себе И все, что мы делаем и говорим Прославлять Господа К этому тоже призывает Евангелие Всем прославлять Господа Это трудно на практике Подумайте, это трудно И вот здесь вот нам, друзья Важно понимать, что когда мы говорим За вот эти дорогие какие-то там одежды За вот это то, что мы читали с вами То здесь один из таких вот пунктов Это не привлекать внимание к себе Не выделяться Не стоит на это делать ударение И противопоставляются духовные ценности Библия говорит, вот так вот Не стоит себя сильно украшать А украшайте себя добрыми делами Кротким, мирным, молчаливым духом Получается, что значит Как будто у нас выбор на весы Или вот это можете в это направление удариться Или же можете вот в этом направлении развиваться И как бы и главное помните, чтобы у вас был баланс Если мы слишком, перекос идет в одну сторону То обязательно духовная часть будет идти вниз И будет страдать Когда у нас духовно все нормально То все остальное, оно стоит второстепенным Но это не значит, что ты должен быть рваным, вонючим Таким как-то неприятным бомжом Это вообще, это не значит это Христиане, я думаю, могут одеваться элегантно, стильно Но при этом привлекать фокус не к себе При этом никого не вызывать Ни у кого ни зависть, ни какой-то похоть А совершенно другую культуру неба Представлять через то, кто мы есть Понятие дорогая одежда вообще у каждого разное Для кого-то платье за 100 долларов – это дорого А для кого-то платье за 1000 долларов – это дорого Поэтому у каждого разные материальные положения Поэтому тут трудно спорить, что же дорогое, а что недорогое О чем здесь пишется в Писании Здесь главное, друзья, понять, что вопрос не так в цене, как в мотиве Здесь не обязательно своей биркой всем показывать, за сколько я купил Мотив Вот это очень важно Ради кого ты это одеваешь Ради чего ты это одеваешь И какой твой мотив Вот это очень важно Иногда бывает, смотришь на человека И ты не поймешь, сильно модно или сильно странно Правда бывает, так смотришь и так растерялся Так посмотрел Оба Так Вау Думаешь, ну я, наверное, что-то или я не догоняю Или это сильно модно Или это сильно странно Но по-любому оно захвачивает внимание всех Вот это такой маленький практический пример Где Писание учит нас, особенно представителей Христа, христианства Не привлекать внимание на себя Не этим как бы захватывать мир вокруг нас Я понимаю, что иногда на праздник, возможно, какой-то окейжинг Можно что-то красивое, может быть, особенный наряд Одеть не в этом, друзья, грех Или надеть какую-то красивую фирменную одежду не в этом грех Вопрос в другом, когда ты этому поклоняешься Когда твое сердце привязано Когда у тебя без этого теряется мир Теряется настроение Ты просто всегда целишься на это Ты преследуешь вот эти цели Вот это то, что есть как бы твоя ценность А ценность должна быть в другом Иногда, возможно, задается вопрос А что, если я могу себе позволить Как вот мне быть вот с этими местами Писания Тоже интересный вопрос Тогда есть еще несколько вариантов ответов Даже если это и так, друзья То мы должны помнить, что Писание призывает нас Не быть для других соблазном Не служить соблазном для других людей Представьте себе, друзья, что я Пастор, прихожу в церковь И я одеваюсь Dolce & Gabbana, Gucci Езжу на машине Rolls-Royce И вы смотрите на меня и вам кажется Вау! Вот это крутой! Наверное, самый крутой, наверное, пастор в штате Нет, наверное, самый крутой на East Coast И у вас мысли крутятся в какую сторону? В сторону, какой он духовный Как он Бога представляет Или где он денег набрал Или как он обманул Как он что сделал Куда идут мысли? И вы так подумали-подумали И сказали, наверное, да, пастор Вам нельзя, а нам можно Правда, такое можно Как-то так себе расшифровать Но уже Библия, она же для всех Одинаково написана Она же для всех христиан Является наше призвание Являться или быть светом Я, вы знаете, часто путешествую И когда вот бывал в разных церквях Один, две семьи поделились со мною О том, что они решили уходить в другую церковь Я попросил у них Спросил, почему? Почему вы так решили? И они сказали, что We don't belong here We don't fit here Они не принадлежат этому обществу Они не чувствуют себя комфортно в этом обществе Я снова спросил, почему? Они сказали, здесь просто, ну Все очень крутые Все очень блатные Все очень Очень красиво одеваются Очень круто И как бы я чувствую себя некомфортно И мое сердце, друзья Мне стало больно Что, мне кажется, церковь Это единственное место Где должны чувствовать себя комфортно Абсолютно все Самые крутые и самые бедные Повторяю Да, и самые блатные и самые бедные Абсолютно все Церковь это именно как раз то место Где должно быть для всех место А когда нету места там для всех То значит, возможно, и мы играем какую-то роль В том, что некоторые сюда не хотят заходить Или не хотят оставаться Или не чувствуют себя комфортно Или не могут приклеиться, вклиниться, влиться Потому что мы что-то делаем неправильно А ведь мы же все-таки должны в итоге привести людей Ко Христу И показать, и проявить Его любовь Это же наше призвание Внешность одежды, к сожалению Может стать даже Богом Обычно так никто не думает Обычно так не говорят Но иногда оно в жизни так На практике подтверждается Иногда люди начинают тратить больше, чем они зарабатывают В вопросах внешности, красоты, салоны, одежда Кажется, ты же не можешь себе это позволить Но ради того, чтобы не отстать от общества Ведь Инстаграм же диктует моду Голливуд, все остальное Говорит, как модно, как стильно И ты, ну, по-любому Ты же хочешь в обществе не быть белой вороной Ты как-то подтягиваешься Кредитка помогает У тебя нету возможностей Но ты же идешь за своим Богом Идолом, без которого ты не можешь жить или существовать Иногда это также выражается в том Что главное, как я выгляжу Это очень важно, как я выгляжу Иногда, например, мы можем пойти в магазин Купить какую-то дорогую вещь Очень крутую И потом ее через день или через два сдать в магазин Почему? Потому что, во-первых, не мог себе позволить купить Во-вторых, она не сильная вообще тебе и надо А в-третьих, как бы, ну вот Главное же, чтобы не отстать от общества Не отстать, вот планку не понизить И идешь даже на такие жертвы Пришел, поносил и отдал И думаешь, ну, я в правильном направлении двигаюсь Или я где-то запутался, где-то я сбился А что вообще мною двигает? Или что мною мотивирует? Новенькая увидел что-то, я должен купить Нет, подожди, остынь Может быть, станет дешевле Может быть, оно тебе не надо Человек не может противостоять своим желаниям Не может Помните, я говорил, я видел рекламу Человек пишет Помогите мне справиться с собой Я плачу Я хотел ему помочь Человек не может справиться с собой Вот просто не может Вот эти вот плотские желания Он просто не может противостоять Я разговаривал еще с одной сестрой Которая рассказывала, что у них как бы было вот такое принято Это из христианского общества Что каждое воскресенье новый наряд Если нету нового наряда Какой смысл идти в церковь? Друзья, вы меня извините Но вообще, какой смысл идти? И это так мыслит молодое поколение И если я понимаю, что так мыслит молодое поколение Значит, я делаю вывод, что их дети будут мыслить хуже Потому что общество деградирует Ценности божественные, духовные И плотские, мирские Они перемешались Мы запутались И снова вопрос А можешь ли ты жить без этого? А можешь ли ты вообще без этого прожить? Ну у вас снова вопрос Ну давай конкретно скажи Бренды, фирмы крутые Можно их одевать или нет? Давайте попробуем разобраться Есть люди, которые, я думаю Хочу сказать с осторожностью Возможно помешаны на фирменных, брендовых одеждах Потому что Попробую объяснить Это то, что дает им смысл жизни То, что дает радость То, что повышает самодостоинство Самооценку Без этого у них кажется, что как будто бы их нет Без этого нету другого фундамента Нету других ценностей Например, покажу вам Две фотографии Например, шляпа Которую люди одевают Мы живем на Флориде На пляж Вот есть одна шляпа Она соломенная Солома сделана Она стоит 14.99 долларов 14.99 долларов в Волмарте Точно такая же шляпа Стоит 225 долларов в Нордстром Что вы купите? Кажется, ну, с одной стороны Если это на пляж Солнце Солома Одинаковая Причем здесь Ну вы скажете Ну нет, нет Хорошо, хорошо Держите свою мысль Дальше переходим Еще один пример Есть такие сандалии Называются Такое духовное название Сандалии Иисуса В переводе И вот есть Волмарт Продает их за 23.99 доллара Копеек А Беркинстокс Продает их за 150 долларов И те сандалии И те сандалии И там называется Сандалии Иисуса И там сандалии Иисуса Да, так кажется Все так запутано Духовно Кажется Что бы мы выбрали Ну Здесь как бы Вопрос идет к тому Что Я не говорю, друзья О том, что Нужно всем людям Одеваться с Волмарта Нужно всем быть Такими серенькими Одинаковыми Вопрос не в этом Так можно или нет Ты скажи конкретно И вот я отвечаю, друзья Смотря кому Вот мой папа Мой отец Когда вот он Часто, вы знаете Был на сцене Проповедовал Ему часто люди советовали Ну, хотели его одеть красиво Ему там Фирменные вещи Там какие-то костюмы Дорогие Пытались Даже не то, что он покупал Они ему дарили Как бы Ну, с любовью С хорошими намерениями И вы знаете, что интересно Независимо, какой у него был бренд Костюма Он не чувствовал Ничего не чувствовал Вот представляете Ничего не чувствовал Или это Хьюго Бас Или это Закрылся магазин В Риджинси Как он называется Джейси Пенни Абсолютно одинаково Абсолютно Как бы Никаких чувств Вот понимаете Человек полностью Свободен Полностью Свободен Вот таким людям Я думаю Им можно одевать шляпу За 220 баксов А вот люди Которые Одели за 15 И у них Полностью День накрылся У них вообще Как бы Нету даже Желания Выходить на солнце У них просто Вообще Мотивация Дня пропадает Настолько Человек Кажется Ну привязан К этому И с одной стороны Мы так все Улыбаемся Но с другой стороны И оно бывает Что мы в это Попадаемся Попадаемся Вот под Это влияние И мы как бы Идем На На этом поводу И иногда Друзья Здесь Мы не замечаем Как Иногда Это может Стать Нашим Идолом Да Это может Стать Нашим Богом Потому что Как я сказал От этого Зависит Наше Внутреннее Состояние А если Ты не чувствуешь Ничего Абсолютно Свободен То тебе Ты можешь Одевать Любую Ты Свободен Если сердце Привязано Тогда это Очень опасный Путь Вы скажете Нет Я не согласен Здесь вопрос Не в цене Сандалий А здесь вопрос В качестве Правда Есть такая мысль Если хотите Кофточку одеть Вам нужно Качество Вот в чем Вот за что Как скажем За что нужно Платить Хорошо Я с вами Я вам скажу Иногда Это правда Но есть И другая Правда Готовы Услышать К нам Переехала Недавно Одна семья Из Вашингтона И Орегона Я специально Не уточняю Откуда И вот Мама Мама Жалуется Рассказывает И говорит Что Мы вот Жили В таком Обществе Где вот Наши дети Когда собираются Вместе Пошли там Кому-то В гости То подбегает Девочка К моему Ребенку И достает Бирку Сзади Этикетку На кофточке И проверяет Какой фирмы Какого бренда Кофточка Интересно Девочке 10-12 лет Она посмотрела Какой фирмы Кофточка И сказала Так Да Жалко А теперь Подумайте Внимательно Внимательно Подумайте Над Этим Примером Кто Эту девочку Научил Кто Кто научил ее Я не думаю Друзья Что родители Специально Садились И говорили Вот Вот такие Нужно только Фирмы Одевать Если оденешься Вот такого бренда Ты будешь Человеком А если такого То ты вообще Я не думаю Что родители Давали специальные Уроки Все что родители Делали Родители просто They were modeling By their lifestyle Они вот Своим жизнью Своим стилем Просто показывали Пример детям Дети смотрели Дети впитали Эту идею И уже С десяти лет Девочка Бегает И проверяет Бирочки Даже когда Их не видно А это Что же Иногда Такой Вообще Облом Купил Там Кофту За 200 Баксов И не написана Даже фирма Хоть бери Да и как-то Где-то Сам Хоть Где-то Скажи В коридоре Крик Не может Кто-нибудь Услышит С чем Ты ходишь А то Даже не Написали А так же Получается Что Если дети Интересуются Вот такими вещами В таком возрасте Еще даже Не тинейджеры То вы Подумайте Родители Какие ценности В них Вкладываются Вы только Подумайте Какими они Вырастут Когда им Будет 15 Какие Нужно Будет им Когда Папа захочет Машину Купить Или там Еще что-то Одеть Вы подумайте Какие у них Будут Запросы И потом Мама Попробует Возразить Доченька Это 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 Дорого Это Не главное Ага Уже Поздно Уже Оно Здесь Не только В сознании В подсознании Уже Оно Engraved In their hearts Оно уже Вырублено На сердце Понимаете Оно уже Впитано А вот Это уже Опасно Вот это Уже Опасно Вот почему Мы говорим О таких Простых Друзья Кажется Вещах Это все Реальные Примеры Из нашей Жизни И нам Важно Показать Нашим Детям Друзья Что Это Не важно иначе их воспитывает Голливуд, их воспитывает Инстаграм, их воспитывает вчера. Я ходил с моими девочками в таун-сентр. Пришли там, наверное, 15-16 лет девчонки в таких коротких там юбках и фотографируются, и сразу же постуют на Инстаграм, и друг друга смотрят и показывают. И уже мои девочки среагировали, говорят, папа, папа, смотри, это нескромно. Вот это то, что я имею в виду, что вот это у нас должна быть такая вот реакция в наших детях. В наших детях. И там мои девочки там тоже захотели всяких там украшений себе, там красотулей там. Все же, они что же, девочки, с такого же тела сделаны, тесто. И я им стараюсь, чтобы они были красивы, и потом им тут же говорю, Анечка, прочитай. И вот это место из Писания, которое мы с вами читали, точно так же вот параллельно, параллельно, чтобы у них вот баланс был в развитии. Что-то красивое хочется, и помни, помни, это не главное, это не ценность, не это на наше основание. Вот это нам важно, а то второстепенно. Вот к чему, друзья, мы должны стремиться. Луки 15, 15 написано. «Бог же знает сердца ваши, то, что высоко у людей, то мерзость пред Богом». У меня сразу пример вот этот, когда девочка проверяет, какой фирмы кофточка. Десятилетний ребенок. «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Как хочется, чтобы наши дочери, сыновья выросли. Вот у них были другие принципы, божественные и духовные принципы. Учите ваших детей этому, друзья. Потому что если только чуть отклонился от главной цели, вот человек стоит, точка А, ему нужно дойти до точки Б. Если только чуть-чуть маршрут уклонился, даже на 30 градусов, на 15, вы знаете, дальше это вопрос времени. Они пойдут вот так вот. От Бога будут дальше, дальше, дальше и дальше. Поэтому важно вот этот фокус, направление в жизни дать правильно и не отходить от него очень далеко. Это очень важно, особенно в самом начале пути, друзья. Мы иногда говорим, что нам кажется, что мы духовные люди. Нам хочется верить, что мы не плотские люди. Но когда открываешь наш шкаф и клазет, то все, кажется, кричит о том, что все-таки мы уважаем свою плоть. И, с одной стороны, это нормально. Нормально одевать. Главное, не потерять баланс. Главное, не сбиться. Не запутаться в приоритетах. Написано в Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Что значит не сообразуйтесь с веком сим? Новый перевод. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. По-другому, не впитывайте идеологию мира. Не впитывайте идеологию мира. Потому что иногда мы можем легко 200, там сколько долларов больше, потратить на какую-то одежду, или внешность, красоту. Но когда нам нужно на какую-то духовную конференцию отдать 40 долларов, правда, мы начинаем бубнеть и возмущаться. Так подожди, так это же ты вкладываешь тоже в духовное что-то. Ты же только что отдал там на другие вещи намного, намного больше. И здесь мы снова попались. В каком направлении мы движемся, и что для нас по-настоящему ценно. Вы знаете, друзья, вот я так подумал, ну мы, нам всем хочется думать, что мы духовные люди. И нам всем, и мне нравятся красивые, красивые или, так скажем, брендовые вещи, да. А вот представьте себе, я даже сам пока так не делаю, но просто вот у меня мысль пришла. Моя жена недавно заказала 4 христианских футболки. И у меня мысль пришла. Думаю, а что если нам сказать, вот с завтрашнего дня все христиане будут носить только христианскую одежду с христианскими надписями. А у нас же еще плюс месяц евангелизации. То есть, если вот есть футболки с христианскими надписями, только их одевать. В течение месяца, года. Ух, какая реакция разная, да. Вот как-то представили себе. Я Христа уважаю, Господу уважаю, Евангелие проповедовать надо, да. Если я не умею говорить или стесняюсь, то хотя бы пусть читают. Мы за, мы за Христа, мы... А ты можешь одеваться вот только вот так, месяц? Хм. Так, подожди, а куда же мне одевать мою там Армани футболку? Что будет висеть, я буду носить? I have decided to follow Jesus. Правда, такой раз... Такой alarm внутри, типа, ну, вопросик. Ну, пастор, мы помолимся. We will pray about your suggestion. Помолимся насчет ваших идей. Я даже сам, как я сказал, не дошел еще до этого уровня, но вот просто, кажется, размышляешь, и сам себе говоришь правду. Сам о себе как бы узнаешь себя. И иногда, друзья, вот в этом месте Писания мы прочитали, не сообразуйтесь с веком сим, не подражайте этому миру. Кажется, ну, вроде бы понятно. А дальше, смотрите, какой может быть тупик. Но познавайте, что есть воля Божья. Это некоторых ставят просто в ступор. Like, wow, вообще не понимаю. Ну, ладно, вот это там нельзя. Вопрос здесь вообще не только в том, что нельзя. Это слишком мелко. Это слишком религиозно. У нас должно внутри быть побуждение, не просто, что я должен, а я хочу Богу угодить. Я люблю Бога, я уважаю и почитаю. Не просто, что можно, а что нельзя. А я хочу, я без этого жить не могу. Поэтому я хочу для себя узнать, что есть воля Божья для меня, для моей семьи, для моих планов, мои мечты, мои желания. Мне кажется, друзья, что один из таких вот пороков сегодняшнего христианства – это материализм. Как хочется сегодня, чтобы мы все верующие были свободны от этого, полностью свободны. Потому что я думаю, что придут еще времена сложнее. Если вам кажется, что корона – это сложно, очень неизвестно, очень нестабильно, друзья, я думаю, что будет сложнее, будет труднее. Я не пытаюсь никого пугать. Мы вообще, как верующие, не должны бояться. Но мы должны быть полностью свободны от материализма. Иначе мы будем охать, мы будем ахкать. Нам будет очень больно, нам будет очень трудно. Это порок материализма. Об этом очень много написано, друзья, в Писании. Например, одно из мест, 1 Тимофея 6 глава 17 стих написано. «Богатых в настоящем веке увещевай». Это призыв. То есть вразумляй, предупреждай, чтобы не высоко думали о себе. Я думаю, что в Америке большинство людей богатых, потому что средний, даже американец, он живет богаче, чем большая половина части мира. Чтобы не уповали на богатство, но на Бога живого. Луки 12, 20. «Всюю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. Ты все можешь потерять в один день. Часто меня спрашивают, нужно ли заготавливать продукты, нужно ли как-то готовиться. Друзья, заготавливайте. Есть вот написано в Писании, что мудрый видит беду, и он укрывается. То есть кто-то заготавливает, если человек видит беду, если человек чувствует в духе это, то это может быть проявление мудрости. Можно как-то готовиться и заготавливать. Оно в любом случае никому не повредит. Но главное, чтобы на это не уповать. Главное, чтобы на эти заготовки не надеяться. Главное, чтобы быть открытым и с кем-то делиться. Главное, чтобы понимать, что Писание говорит, что в один день может твоя жизнь уйти, и кому останутся твои заготовки. То есть да, стоит заготавливать, но нельзя надеяться. Надежда должна быть только на Господа Бога. Только на Господа Бога. Смотрите, что еще написано в материализме. 1 Тимофея 6.10. Корень всех зол – это сребролюбие. Это вот материальные ценности. Материализм. Все, что мы имеем материально или хотим иметь. Некоторые уклонились, которые предались, уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Смотрите, как материализм связан с вашей верой. Вы скажете, ну я верю в Бога. Но ваш материализм влияет на вашу веру. Там написано, материализм, деньги, финансы. И дальше написано, уклонились от веры. Вот почему сегодня мы говорим с вами о брендах, о фирмах, об одежде, о таких крутых, блатных, разных видах. Потому что это может повлиять, что мы уклонимся от веры. Духовно мы можем немножко деградировать из-за вот этих вот вещей. Кажется, не духовная тема, но очень влияет на наш дух. Кажется, не духовная тема, но так связана с духом. И дальше написано, сами себя подвергли многим скорбям. Вообще ужас. Ну ладно, другие люди, все такие злые, плохие. Понятно, иногда бывают люди наглые, жестокие и куча несправедливости. Но когда ты сам попал, кажется, ну уже и обвинить некого. Сам попал. Сам попал. Потому что немножко вот сбился с курса, с рельсов съехал, уклонился, поддался влиянию Голливуда. А нам так важно, друзья, остаться в вере. Остаться в вере, чтобы мы и наши дети остались в вере. Нам нельзя быть привязанным. Это не то, что, друзья, я просто призываю нашу церковь, чтобы мы, все, что мы имеем, благодарите Бога. Многие имеют, делятся и благословляют других за слава Богу, за таких людей. Главное, чтобы мы не были к этому привязаны сердцем. Чтобы мы были свободны, свободны от этого, свободны во имя Христа Иисуса. Внешность, это одна из последних мыслей, это культ. Это может стать культом. Культ, это то, чему люди поклоняются. Култ. Когда сбит фокус, то внешность занимает место Бога. Приведу вам практически пример. Тогда мы ведомы внешностью, то есть уже водительство не Духа Святого, водительство не просто там Писание, а водительство Бога, культа, внешности. Пример. Мне нечего одеть, я не пойду на конференцию, на праздник, на Пасху, в гости. Дальше. Бывает такое, что вот, ну что, пойдем, пойдем, в церковь, побежали на молитву, пойдем, нет, у меня волосы жирные. Как, как я пойду в таком виде? Правдивый аргумент. Прическа не получилась. Пойдем, пойдем на собрание, пойдем. ну вы же все испытывали это чувство, да, ну вот, ну, как же я пойду, если я сам себе не нравлюсь? Душ не успел принять, ну как ты пойдешь в церковь, если ты только вчера его принимал? тоже правдивый аргумент. Но самое главное, самое главное, друзья, я не пойду на поклонение Богу, потому что я пойду на поклонение своему телу. We worship our body. Правда, так звучит как-то по-новому. Я поклоняю своему телу, своим волосам, своей прическе, своей одежде, своему телу. И хочется сказать, а как же вот эти женщины в Индии, как же вот эти люди в бедных странах, у них же течет та же кровь, и даже волосы у нее такого цвета, как у тебя. Как же они идут? Что ими движет? А что нас останавливает? Я не пойду на поклонение Богу, потому что я поклоняюсь своему телу. Культ личности. Культ личности. Как вы думаете, это проникло в христианство? Или это только там, в Голливуде? Или оно нас тоже цепляет? Ну как? Как же жить? Как же здесь разобраться? Почему же мы попадаемся на такие вещи? Поклонение Богу отменяется. Поход в церковь отменяется. Ропот прибавляется. Зависть возможно добавляется. вроде бы не духовная тема, но так все кричит о духовном состоянии. Господи, хочется сказать прости нас. Прости нас, Господи, за этот культ личности. Это современное, достаточно влиятельное сегодня движение и учение, гуманизм, поклонение себе. Я не проповедую против личности, но я проповедую против поклонения личности. Бог, Он есть Бог-ревнитель. Бог, Он есть Бог-ревнитель. И Иакова 4, 4 написано. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. До ревности любит Дух, живущий в нас. Бог, Он не просто любит, Бог, Он ревнует. Не просто любит, Бог ревнует. Когда мы любим что-то другое больше, чем Бога, тогда Бог ревнует. Бог не хочет нас отдать вот на поклонение другим Богам. Вот почему нам важно сегодня понять, что когда сбит баланс, нам нужно привести его в порядок. Вы знаете, когда в теле человеческом сбит, нарушен химический баланс некоторых веществ в организме, то его нужно уравнивать, нужно балансировать, что-то нужно перестать кушать, что-то нужно начать кушать. Если у нас в духовных таких вот жизней сбит баланс, материализм, поклонение личности, брендам, телу, культу, не Богу, тогда нужно что-то отменить, срочно прекратить, закрыть, а что-то нужно принимать. Духовные витаминчики обязательно и ежедневно. Иначе будет химический по-нашему духовный дисбаланс. это отражается на все наше хождение перед Богом. Поклонение внешности отразится на нашу духовность. Это разрушит нас. Это только вопрос или дело времени. Меня впечатлил американский миллионер местный, с которым я встречался ни по одежде, ни по внешности, ни по машине, абсолютно никогда не узнаешь, что это миллиардер. Кажется, почему? У него уже есть возможность. Почему? Вот как-то есть люди, у которых возможно что-то другое внутри. Когда мы одеваемся, наряжаемся, что ты хочешь людям сказать своей одеждой. Вопрос, какой месседж ты передаешь. У вас ответ, а я не одеваюсь для людей. Опа! Значит, тогда дайте адрес вашего необитаемого острова. Есть другой вариант, я одеваюсь для Господа. Еще глубже, значит, у нас есть два варианта, как мы одеваемся. Или мы одеваемся на необитаемый остров, там абсолютно без разницы, там может даже не одеваться. Или же мы одеваемся как для Господа. В сфере двух этих мыслей можно проанализировать все остальное, какой месседж мы несем, что мы демонстрируем собою, что мы хотим передать. ничто не должно забирать фокус с Христа. Это относится к проповедникам, к певцам, к людям, ко всем христианам. Лицо, прическа, одежда, все, что угодно, чтобы мы не фокус оставался на Христе. И помните, здесь важно не впасть в крайность, потому что правильно одеваться в воскресенье может тоже можно стать профессиональным фарисеем, лицемером. Христос за таких говорил, вы гробы окрашенные, у вас внутри нету жизни, духовно ты мертвый, да, снаружи у тебя все красиво, но внутри давно нету жизни. Как хочется достигнуть такой зрелости, друзья, чтобы мир вокруг видел, что нам все равно, где мы живем, на чем мы ездим, как мы одеваемся, мы не против красивых вещей, но нам все равно, нам все равно, внутри у нас другие ценности, мы от этого полностью, полностью свободны. И в заключение, если вам кажется, что внешность и тело это не важно, то последний стих на ваше размышление, 1 Коринфянам 6 глава 20 стих, посему помните, вы куплены дорогою ценою, прославляйте Бога в телах ваших, стоп, посему вы куплены дорогою ценою, прославляйте Бога в телах ваших, стоп, в телах, даже в телах, прославлять Бога можно даже и на этом уровне. И дальше написано и в душах ваших, в английской Библии написано также и в духе и внешне. Даже в таких мелочах ты можешь прославлять Бога, представлять Бога или же позорить Бога. Больно смотреть, когда христианин запутался и попал не в ту струю. Давайте будем, как христиане, прославлять Бога в поведении, в разговорах и в одежде. Как вам кажется, одежда Иисуса Христа, домашнее задание, два местописания, которые говорят об одежде Иисуса Христа. У нас нет времени о них читать, но главный вывод, главный вывод, что одежда Иисуса Христа, о ней никогда не говорили, но всегда говорили только о том, что Иисус сказал или сделал. Для нас пример. Никогда не говорили об Его одежде, но говорили только о том, что Он сказал и то, что Он сделал. Вот это то, чем должны мы светить, друзья. У нас сейчас будет молитва. Я хотел бы, друзья, сказать, что независимо, что вы проходите в вашей жизни сейчас, если у вас сбит ваш фокус, вы начнете тонуть. Апостол Петр, помните, когда он шел по воде, он шел по волнам в буре. Буря, волны, это преобразно проблемы, шторм, ситуации, которые вас брызгают, давят страшно, нестабильно. И пока он смотрел на Иисуса Христа, пока его фокус был на Христа, он шел по волнам. Волны все равно били, ветер все равно дул, он шел. Как только сбился его фокус, фокус Христа перешел на обстоятельства, на волны, сразу пошел ко дну. Вот это для нас пример. Что бы ты ни проходил сейчас, главное, чтобы фокус не был сбит, чтобы он был на Христа. Когда ты фокусируешься на Христа, ты будешь идти по волнам. Да, волны будут брызгать, но ты будешь с Божьей помощью идти. Вот так и продолжай, мой друг, и брат, и сестра, идти. А когда фокус сбивается, мы начинаем тонуть. Давайте встанем и будем помнить о христианских принципах, о том, что драгоценно пред Богом. Давайте будем не забывать, что мы являемся представителями неба, мы представляем христианскую культуру, у нас другие ценности, и наш фокус и баланс не должен быть нарушен. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Молимся. Аминь.